Нет, ну это уже, нет, но тут-то у нас есть просто, это уже с точки зрения, вот это уже в образе вот этого отображения P. Да, вот то, что тут написано, это интеграл, да, это фактор, который вот у нас интеграл факторизуется на вот эту штуку и на вот эту форму. И это произведение двух интегралов. Дальше я говорю, что вот этот интеграл вот этой формы, это интеграл обратного образа, соответственно, ну то есть это просто равно интегралу вот таких вот штуковин по пространству, где zi не равно нулю и не равно единице при любом и. Вот, дальше говорится, ну это элементарный шаг совершенно, да. Дальше говорится, что, значит, у нас это… задача сейчас является частным случаем более общей задачей. Что? Ну вот давайте скажем это точно. Да, вот у нас есть cn. Теперь мы говорим, что cn это там гомеоморфно, дефиоморфно пространству, в которых, значит, z1 равно нулю, модуль z2 равняется единице, и дальше есть еще z3 и так далее, там zn, вот, которые не равны все нулю и, ну, которые, ну, то есть они теперь, ну, понятно, что zi-то и не равно zi-тому, и еще не равно нулю, потому что 0 это z1. То есть там 0 это z1. Должен быть n-1, да. Не, не, а теперь идея в том, что я хочу вот повернуть вот всю вот эту картинку, вот у меня есть угол z1, z2. Вот. Я хочу теперь всю эту картинку повернуть на вот этот угол там, ну да, на угол вот, который угол вот этого вектора. То есть я добиваюсь того, чтобы z2 стал вот в повернутом виде единичным вектором, но у меня повернется все остальное тоже. И вот это вот будет некое пространство, в котором будет, ну, некое пространство, которое было названо там как-то, конф штрих n-2, которое есть точка 0, точка 1, точка z3, так далее, zn, и zi-то не равно zi-тому, zi-то не равно нулю, и zi-то не равно единице. Я, наверное, просто, да, как-то неправильно написал. Но в этом виде понятно же все, да? Ну да. Теперь у нас на… Здесь n-1? А почему n-1? У нас всего n точек. Наверху. А, вот здесь cn-1. Нет, нет, c… Тут как раз cn, потому что это не confn, а cn. cn – это еще фактор по трехмерной группе от confn. Confn фактор по g3. Но эта группа как раз и делает то, что мы можем вот такого добиться. Понятно, да? Вот, хорошо. Все, значит, теперь у нас более общее, значит, утверждение, которое мы тут напишем, выкроем для него немножко место. Значит, такое, что пусть x – комплексное алгебраическое многообразие, насколько я понимаю, гладкое, скорее всего, да. x – комплексное алгебраическое многообразие. Вот, n больше либо равно 1. Есть, значит, функции z1, z2n. Это рациональные функции, которые… Рациональные функции на x не равны и тождественно нулю. Вот, и предположим, что у в этом x – это открытое множество по Зарисскому. И все z2 не равны нулю. В смысле, это не тождественно, равны нулю. Тут имеется в виду, не обращаются в 0 на u. Вот, вот это наше условие. То есть вот у нас та ситуация, которую мы добились здесь, это ситуация, когда у нас есть одна точка z, 3, да, то есть вот в минимальный случае n равно 3, у нас есть точка 0, 1 и z, и есть какая-то форма типа как, ну, например, d, φ, ну, да, то есть вот z там 1, у нас есть z2 и z3, и это что-то типа… нет, z2 у нас их всего, да, у нас 2n должно быть. То есть вот простейший случай – это когда, значит, вот в этом случае, в этом контексте уже n равно 1, n равно 3 становится, n равно 1, и у нас есть две функции. Они будут просто z минус 0, и вторая, первая, вторая будет z минус 1. Это две там рациональных функции, даже полиномиальных, которые не обращаются в 0, ну, вот на нашем многообразии, да? Понятно, да? Потому что у нас по определению там, ну, понятно, что углы не обращаются в 0. Вот, значит, теперь что утверждается? Утверждается, что тогда интеграл вот этой хреновины, значит, от α равно 1 до 2n, там, значит, d от аргумента от z α. Вот такие, то есть аргументы, вот в нашем случае z и z минус 1, то есть ровно то, что нам нужно. Значит, этот интеграл по вот этому u, он равен 0, то есть, значит, утверждается, что он абсолютно сходится и равен 0. И абсолютно сходится. Вот такая вот какая-то необычная вещь. Вот Максим тут, значит, объясняет, что, в принципе, этот результат не новый. То есть, что он новый, но он как бы не совсем новый, потому что основной трюк, который будет использоваться, он хорошо известен. В частности, Гончаров сказал ему, что он пришел к тому же самому результату в его изучении смешанных мотивов Тейта. Насчет единства математики. Ну, в общем, короче говоря, значит, мы сейчас это дело докажем. Попытаемся доказать. В общем, значит, идея заключается в том, что, что такое аргумент Z альфа. Ну, это, соответственно, нужно написать, что это D аргумента Z альфа, да? Вот, это логарифм, да? То есть это значит равно 1 на 2i на логарифм Z альфа, Z альфа бар, да? Правильно я говорю или неправильно? Нет, вроде, сейчас. Да, да. Не, не совсем правильно, потому что тут у нас… Не, не совсем правильно. Скорее логарифм Z альфа на Z альфа бар. Вот так. Да? Ну, просто если вы Z альфа делите на Z альфа бар и берете… у вас получается E в степени там и фи, ну, на самом деле, ну, да, то вы потом берете новый логарифм, делите на 2i, соответственно, получаете ровно аргумент этого Z альфа. Вот. Ну, и, значит, дальше это, соответственно, будет поэтому единица на 2i. Тут будет D логарифм Z альфа минус D логарифм Z альфа бар. Вот. Теперь, значит, трюк заключается в том, что мы вот заменяем минус на плюс. Вот здесь вот. То есть мы говорим, что этот интеграл равен интеграл, вот интеграл того, что стоит вот этот вот интеграл, который тут написан, звездочка, он равен интегралу от внешнего произведения у альфа равняется единице на 2n, а тут будет единица на 2i на D логарифма Z альфа плюс D логарифма Z альфа бар. Ну, собственно, это очень просто. Ну, с точностью там до знака плюс-минус 1. Это, ну, или там плюс-минус i. То есть это объяснить очень просто. Ну, просто дело в том, что у нас интеграл, если мы выберем вот как бы атлас, состоящий из Z аль, Z итых, ну, не больших Z, а каких-то там комплексных координат, маленьких Z, и, там, и, это бар, то у нас, ну, мы должны, чтобы получить не ноль, мы должны интегрировать nn-форму. Ну, не nn, а в данном случае 2n, 2n, 2, у нас интеграл, 2n-форма, ну, да, получается nn-форма. То есть у нас только такая, там, 2n-форма может дать ненулевой интеграл. Вот, поэтому для того, если мы интересуемся интегралом вот такого дела, то у нас должно, мы должны от каких-то альфа взять d логарифм Z, а от каких-то альфа взять бета, взять d логарифм Z бар. Их должно быть равное количество. Теперь утверждается, что если я здесь вместо знака плюс напишу, минус напишу знак плюс, то с точностью до легко контролируемой константы, значит, плюс-минус один более-менее, я получу тот же самый интеграл. Ну, 2n-n часть, она просто будет равна тому же самому. Со знаком плюс и со знаком минус. Что? Просто минус занести под логарифм. Это что значит? Нет, дело в том, что вот здесь стоит у нас вот такая штука, а я хочу перейти к Z альфа умножить на Z альфа бар. То есть у меня был вот такой интеграл, а я хочу такой интеграл. Ну вот, собственно, вот я говорю, почему эти два интеграла, почему если один равен нулю, то и другой равен нулю. Ну, потому что, когда мы берем интеграл 2n-формы по n-мерному там комплексному многообразию, там у нас, ну, просто по элементарной даже дифференциальной геометрии наша форма должна иметь n-n-тип как бы, ходжевский тип, да, или как он там называется. Вот, поэтому, значит, так, поэтому если мы тут заменим минус на плюс, мы получим одно и то же, а это, соответственно, ну, интеграл там с точностью там до константы внешнего произведения от альфа равно единице до 2n вот d логарифма модуля Zа-льфа. То есть у нас был интеграл от d логарифма аргумента Z-льфа, а стал интеграл d логарифма модуля. И вот, собственно, вот в этой форме мы будем доказывать, что этот интеграл вот в условиях теоремы. То есть у нас сейчас будет теорема, вот это была теорема теорема, а сейчас будет теорема вот то, что тут сформулировано, это теорема-штрих Давайте я прямо тут запишу. Вот теорема 1' она заключается с тем же самым условием, что в теореме 1, но тогда интеграл от альфа равно 1 до 2n d логарифма, вот модуль z альфа, вот равен 0. Значит, то, что было показано, это что теорема 1 эквивалентна теореме 1'. Понятно, да? Ну, вроде это понятно. Это даже, вот я уже давно ничего там не читал, не изучал про комплексную вот эту геометрию. Нет, ну потому что вы интегрируете по, как бы, но вы выбираете там базис в комплексифицированном касательном пространстве, допустим, вот у вас есть там координаты. Комплексифицированное касательное пространство имеет координаты z1, zn, там, z маленькая, z1 бар, zn бар. Вот мы просто c, значит, утверждается, что вот можно смотреть, вот у нас был интеграл, вот был интеграл аргумента z умножить вне d аргумента z на d аргумента z минус 1, например. И утверждается, что это равно нулю по той же самой причине, по какой, то есть это априори еще до того, что равно нулю, с точки зрения константы равно d логарифма модуля z, да, вот так, на d логарифма модуля z минус 1. Не, ну потому что еще… Почему очевидно? Совершенно не очевидно. Вот это вот не очевидно. То есть это как раз вот сводится к тому, с чего я начал. Ну вот со сходимости там интеграла там логарифм x dx. Почему это очевидно-то? Что? Нет, это модуль. Модуль z это z на z бар там. То есть логарифм вот этого дела, это одна вторая от логарифма z плюс логарифм z бар. У вас вот вам z и z бар. И то же самое z минус 1. Логарифм модуля z минус 1 это одна вторая от логарифма z минус 1 плюс логарифма z минус 1 бар. Вот. И да, и утверждается, значит, что вот если мы хотим посчитать, например, вот такой вот интеграл, то у нас количество dz должно быть… Ну, у нас как бы должна быть некая форма на dz на dz бар. Да, то есть мы должны посмотреть… То есть вообще говоря, еще будет dz там на dz, dz бар на dz бар, но они равны нулю по элементарным причинам. Теперь утверждается, что если мы вот в этом деле, вот в таком d от этого, умножить на d от этого, заменим все знаки плюс на знаки минус, то с точки зрения до константы равны плюс минус 1, скорее минус 1 в степени n, я думаю, лишь это вроде этого, все… вот эта форма омега будет равна… омега со знаками плюс будет равна омеге со знаками минус. То есть компонента z, z бар компонента вот в этой форме, она будет что со знаками плюс, что со знаками минус, одна и та же. Вот это утверждается. Но это совершенно очевидно, потому что у вас есть там f на dz плюс там, допустим, g на dz бар. И есть там, не знаю, hdz плюс g, не знаю, кто еще есть, h на dz бар. И вот вы хотите в этом, вот внешне, и вы хотите в этом вот взять компоненту, значит, dz, dz бар. Ну вот вы пишите, что это равняется f, значит, h dz на dz бар плюс минус, точнее, gh dz на dz бар. Ну теперь, если вы везде поставите знаки минус, то вы получите то же самое, только со знаком минус. Вот если вы тут поставите минус вместо плюс, и тут минус вместо плюс, то вот это вот компонент, да, вот умножить, да, то вот компонент, ну да, то вот компонента z, z бар у вас не изменится от этого. А, потому что мы во всех, ну, во всех, да, во всех. Мы все вот z α на z, мы во всех вот этих делах вот такое вот хотим поменять на модуль, да. Ну, по-моему, это, по-моему, эта часть очевидна совершенно. Согласны, да? Ну, по-моему, тут не о чем говорить. Но это вот, вот это, собственно, и называется трюк с логарифмами, вот, который был хорошо известен, а дальше, значит, уже у нас все сводится к тому, что у нас есть, значит, интеграл, который нам нужно посчитать. Вот сейчас уже начинаются тонкие вещи, то есть вот вещи, которые так легко, в какой-то момент я вам что-то не сумею объяснить. Вот, теперь, значит, говорится, что теперь мы будем использовать вот эту вот идею, которая в делиневской теории Ходжа. А именно, что вот мы выберем некую компактификацию, которая, насколько я понимаю, может быть гладкой даже, и так она и выбирается. То есть тоже гладкая, такая, что алгебраическая, такая, что вот дополнение, это дивизор с нормальными пересечениями. Дивизор с нормальными пересечениями, где дивизором с нормальными пересечениями, если у нас есть пространство с какими-то там координатами, давайте их по-другому назовем, W1, WN, то мы считаем, вот, локально нормальное пересечение должно выглядеть, как при некотором R меньше либо равно, дивизор вот этот D, то есть должен выглядеть при некотором R меньше либо равно N, как W1 умножить на W2, умножить на WR равно нулю. Это называется дивизор с нормальными пересечениями. Вот, значит, эта теорема, конечно, не будет доказывать, она какая-то, ну, в нашем случае, в нашем случае, который я тут вот рассмотрел, когда у нас вот эта ситуация, ну, у нас просто выколота точка 0 и выколота точка 1, и, насколько я понимаю, собственно, вот этот дивизор, это просто точки 0 и точки 1, а у бар это просто вся плоскость, потому что, ну, собственно, уравнение этих точек, это Z там или Z минус, ну, локально это Z равно 0, да, то есть это… Дивизор то нужно писать. А? Дивизор то нужно писать. Не, ну мы это, ну, дивизор, да, это 0 плюс 1, да, но в принципе вот это вот определение, оно локально, то есть это определение независимо применяется в окрестности этой точки и в окрестности этой. А по-моему, если есть тендер, как продавец комплектного бреческого, то мы не дарим сладкая карта? Да, с нормальным значением. Это, собственно, ключевое место, когда Делинь доказывал, вот у Делинь, ну, была там эта теория Ходжа для компактных хеллеров многообразий, а Делинь там первым, он потом уже ее сделал там для алгебраических там многообразий, которые особые, любые, но сначала он начал со случая открытых многообразий, то есть которые не обязательно замкнуты. Ну, в том смысле, что хеллеры это там комплексные, ну, комплексные проективные, да, мы хотим, чтобы они были открытые сначала, и что там тоже есть какая-то теория Ходжа, она более трудно формулируется, там возникает там такое новое понятие теория Ходжа по Делинью, но как бы технически он это доказывал, там рассматривая некоторые логарифмические формы, вот замыкая вот таким вот образом У до У бар, чтобы вот Д был дивизором с нормальными плечениями, на этом У бар, которое было гладким, он рассматривал как бы некоторый подкомплекс комплекса Драма, который назывался там логарифмический комплекс Драма, который несет в себе там, ну, давайте об этом, я, кстати, с удовольствием об этом бы поговорил, заодно бы выучил побольше, чем я это знаю, но просто это замечание, что эта идея, она на самом деле перекочевала от теории Ходжа Делине, а там для открытых алгебраических многообразий, вот, ну все, значит, вот у нас такое вот есть, и дальше вот мы, дальше все, значит, доказывается из такой лемы, уже почти все, что я как бы могу об этом сказать, но не совсем все, я еще должен вам свести это все к интегралу логарифм Х, ДХ, да, как я сегодня понял, вот, значит, лема заключается в том, что пусть омега, пусть омега, это форма, форма на, ну, Максим пишет у от с, потому что он имеет в виду, что это комплексное многообразие, но так как мы другие тут не рассматриваем, то давайте я просто буду написать, писать у, значит, форма, которая есть линейная комбинация, омега равняется сумма, там, не знаю, С альфа омега альфа, где С альфа константы, а омега альфа это произведение каких-то там логарифмов Z итых умножить на D логарифмов Z там альфа, ну, Z там житых каких-то, то есть их может быть несколько таких вот, то есть, грубо говоря, что написано, что каждая вот эта вот омега альфа это произведение логарифмов модуля только, модуля Z, модуля Z, в которые есть алгебраические функции, то есть все Z альфа, все Z иты, они принадлежат O от U со звездочкой, то есть они, ну, короче, они не обращаются в 0 на O, вот, и у нас есть некая, значит, форма, которая состоит из D логарифмов, произведения каких-то D логарифмов и произведения просто логарифмов как коэффициентов, вот где все Z, которые тут фигурируют, они вот такие функции, вот, тогда, ну, вот дальше вот начинается самое интересное, тогда, значит, коэффициенты, тогда, значит, все коэффициенты, ну, то есть имеется в виду, что если мы теперь напишем вот эту вот омега альфа, как там некоторые, там, разложим ее по базису, то так, ну, выберем там какой-то комплексный базис в какой-то окрестности, там, омега W1, там, W, там, N, да, и разложим по этому базису, то у нас будут коэффициенты любой, любые комплексные координаты, комплексные координаты, то все коэффициенты, коэффициенты форм омега альфа, все коэффициенты, допустим, я их назову все коэффициенты омега альфа это функции, соответственно, да, которые принадлежат О от У, то есть все коэффициенты, даже О от У, наверное, не, тут уже не могу написать, что со звездочкой, значит, все вот эти коэффициенты, они, а также их дифференциалы, а также коэффициенты от D омега альфа, это функции, которые функции L1, значит, которые локально L1 локально L1 на У бар, то есть это означает, что вот в окрестности какой-то точки, которые есть, значит, вот особая, которая принадлежит нашему дивизору как раз, у нас то, что происходит, это, то есть интеграл, он может иметь особенности, и он имеет особенности, но по модулю это все дело, значит, интегрируемое, и то же самое верно про D омега. Вот, и значит, таким образом у нас получается, что можно рассматривать вот эту вот омегу как дифференциальную форму со значениями в обобщенных функциях, она называется и от омега, это форма, форма на У бар со значениями в обобщенных функциях, в обобщенных функциях, вот, и то, что, значит, вот, и то, что тут говорится, это, что, во-первых, тут два утверждения, что первое, это, что I от D омега равняется D от I от омега, конечно, надо еще, наверное, задуматься над тем, что такое D от омега со значениями в обобщенных функциях там, но я думаю, что-то как-то можно сказать, а второе, это утверждается, что интеграл по У от этого самого омега абсолютно сходится и равен интегралу вот по У с чертой от I от омега, то есть, значит, вот этот интеграл равен вот этому интегралу. Что? В книжке Уитни? Ну, наверное, да, тут нету ссылок, я не читал Уитни, да. Я не знаю, где это, я не могу дать ссылку и не знаю, где это написано. Ну, в общем, на самом деле, то есть, утверждается, что, дальше будет утверждаться, что для этого контекста можно применить формулу стокса и можно просто написать, что, значит, вот если у нас есть такая ситуация, то мы можем написать, что интеграл, значит, по этому У от внешнего произведения от D логарифмов Z альфа равен интегралу по У от D от логарифма там какого-то Z1 модуля Z1 умножить на верхнее произведение по альфа от 2 до 2Н логарифма Z альфа, то есть просто я D логарифма Z альфа, я просто вынес как бы D log Z1, да, за знак D. Теперь я говорю, что вот эта форма, то есть разрешаем, то есть это произведение каких-то логарифмов от модулей алгебрологических функций и D логарифмов, то есть вот к этой вот форме, вот без D, наша, ну из D тоже, соответственно, наша теорема применима и применяется формула стокса, значит, которая, значит, сначала мы, продолжаю вот здесь, говорим, что это равно интегралу по У с чертой, вот из-за этого условия B, D логарифма Z1 на внешнее произведение от альфа равно 2 до 2Н логарифма Z альфа, вот, а это равно нулю, вот, потому что это как бы формула стокса, а это многообразие без границ у с чертой, гладкое многообразие. Вот, ну это, в общем, мне кажется, я подумал, ну вот как вам это рассказывать, чтобы вы с одной стороны самому понять, с одной стороны вам рассказать, мне кажется, что тут сам, вот, 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 то, что тут можно делать вот это все с обобщенными функциями и формулу стокса, мне кажется, это все является некоторыми довольно стандартной техникой такой аналитической, и не в ней как бы суть. Она есть, и это, и это хорошо. Вопрос, почему наша, почему в нашей задаче эта техника применима? И мне кажется, что то, что тут, значит, вот самое главное, это вот это условие про абсолютную сходимость. То есть, что нам на самом деле нужно показать, что, ну, то есть, то есть, вот эта формула стокса, она применима только в случае, если у нас есть форма с обобщенными, с коэффициентами в обобщенных функциях, которые локально там сходятся абсолютно, или один, как бы. Да, да, но вот я просто хочу заметить, что что вообще в ней есть от нашей изначальной задачи, вот от этих вот форм, с которыми мы тут имеем дело. Вот, насколько я понимаю, на самом деле есть ровно одна вещь, утверждение, что это все сходится абсолютно. Вот, и, ну, потому что остальное доказательство, оно использует исключительно некую форму, ну, кроме того, что использует тот факт, что есть компактификация, у которой соответствующее дополнение, это нормал кросс девайзер, как бы, да, то есть, вот используется только, вот, вот, вот это вот ниоткуда не следует. И это, собственно, специфично для нашей задачи, вот, что это абсолютно сходится. И я думаю, что это и есть самое главное, а все остальное, это просто некоторые общие технические вещи, которые там, на самом деле, можно наделить их какими-то ссылками. Вот. А то, что оно не сходится, а то, что оно абсолютно сходится, я попробовал посмотреть на вот, даже вот именно вот на этом примере, вот, который мы тут вот разбирали. И это, оказывается, вещь довольно нетривиальная, на самом деле. То есть, вот, если мы, ну, то есть, как, она не то, что нетривиальная, но это некое локальное вычисление, которое приводит как раз вот к интегралам, типа интеграл логарифм x dx от нуля до единицы, которое, как бы, с одной стороны имеет особенность в нуле, с другой стороны сходится. То есть, это, как бы, вариации на эту тему. То есть, я сейчас пытаюсь сказать, что я хочу, как бы, посмотреть, что мне, вот, что означает вот эта вот абсолютная сходимость, подчеркнутая, на моем примере, когда у меня есть, значит, точка 0, и на этом мы закончим, да, или уже, наверное, пора. Ну, ладно, дайте еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть поговорю, и точка z. Я хочу написать, значит, d логарифма z умножить на d логарифма z минус 1. Вот, у меня есть такая форма омега. Я хочу, как бы, проверить, что она в окрестности нуля и в окрестности единицы абсолютно сходится. Вот, на самом деле, это не очень сложно. Вот, то есть, можно, во-первых, написать, что это, ну, сначала написать стандартное, что это d логарифма z плюс d, ну, с точностью до половинки, но мы ее не будем учитывать, умножить на d логарифма z минус 1 1 плюс d логарифма z минус 1 бар, да, вот, то есть, значит, форма, которую, да, это можно, конечно же, написать, как d z делить на z плюс d z с чертой делить на z с чертой, да, умноженное на d z делить на z минус 1 плюс d z бар делить на z минус 1 с чертой. Вот, и нам нужно, значит, взять z z с чертой компоненту вот этой вот формы. Соответственно, у нас будет что? d z на d z с чертой, а тут у нас будет единица, значит, тут будет делить на z, z делить на z с чертой минус 1. И еще из этого надо будет вычесть то же самое, только когда z с чертой делится на z минус, вот так, на z минус 1, вот так. Вот, ну, и это мы можем написать, значит, как d z с чертой. И мне кажется, что на самом деле вот именно важно, что это две вот таких вот половинки, то есть из вычисления, которые я там дома провел в качестве подготовки, вот, выходило, что если бы была бы, например, только одна половинка, то эта абсолютная сходимость была бы не верна, судя по всему. Что? Нет, 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 но обычно есть следствие абсолютной, да? Если есть абсолютная, то есть обычная. Ну, в обратную нет. В обратную нет. Ну, значит, там даже обычная сходимость. Ну, да, 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 да. А вот оказывается, что если, я понял, да, что вы говорите, извините. Если вот, да, такая разность, то оказывается, что уже все есть. А именно я тут могу написать, что z и z с чертой сокращаются, и то, что у меня получается, это более-менее тут стоит с учетом знака z минус z с чертой на, правильно я говорю, да, на z, z с чертой, z, сейчас, ну, вроде правильно, на z, z с чертой, z минус 1, z минус 1 с чертой. Ну вот, ну дальше, значит, можно как бы это как-то считать, я не уверен, что я это делал самым оптимальным образом, но я ввел просто обычные координаты x и y. Да, 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 естественно, да, правильно вы говорите, да, что на самом деле совершенно правильно, что мы, ну, давайте я тут не буду все-таки так грубо стирать, да, z с чертой минус 1, то есть так как у нас вопрос локальный, то есть нам у нас вопрос абсолютной сходимости, он локальный в точке 0 и в точке 1, то, а, нет, ну еще, конечно, там, наверное, надо в точку бесконечность как-то тоже добавить, да, чтобы это все компактно. Да, 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 я понимаю, да, вот, поэтому, да, да, бесконечность у нас очевидно сходится, поэтому мы, значит, рассматриваем точку, то есть мы рассматриваем окрестность точки 0, точку 0, и тогда действительно, как Игорь говорит, мы можем вот эти два члена, где z минус 1, z бар минус 1 просто выиграть, у нас тут есть, соответственно, то, что получается, это dz, dz бар, и тут у нас, значит, стоит z минус z бар на z, z бар, вот. Да, действительно, и вот с этим я как бы повозился, причем на самом деле вот сходимость и утверждение заключается в том, что сходимость этого абсолютная, она более-менее сводится вот как раз к сходимости вот этого вот логарифма x dx, как бы. Ну, вот. Причем, значит, то, что я сделал, я не уверен, что это все оптимально, и что это именно то упражнение, которое… Нет, ну, по крайней мере, это очевидно самый простой случай, на котором надо смотреть, правильно? То есть утверждается, что все следующие случаи, когда у вас уже там реально normal crossing такой девайзов получается, они, конечно, просто более чуть сложны, чем это, хотя, судя по всему, вот, точно такое же. Вот, да, давайте здесь где-нибудь закончим. Вот, значит, ну да, то есть то, что у нас получается, это если у нас z равняется x плюс y, как учат в школе, то то, что у нас тут стоит с точностью до константы, это dx dy, а тут у нас стоит y, да, y делить на x квадрат плюс y квадрат, верно? Я, честно говоря, уже давно не считал интегралы, но сегодня пришлось. Вот, но я, значит, должен это проинтегрировать как бы по x и по y, да, но я предлагаю, я первым делом проинтегрировал по y, потому что я могу написать, что это то же самое, что dx от dy квадрат, а тут я могу написать, как вот делить на x квадрат плюс y квадрат. То есть это хорошо интегрируется по вот таким образом. То есть у меня получается, что если я введу y квадрат равно t, то то, что мне нужно сделать, это написать dx dt и проинтегрировать x квадрат плюс t. Правильно я говорю, да? вот, по t, по dx dt. Значит, что у нас тут получается? Что-то я уже немножко… логарифм, да, совершенно верно. У нас получается, что это равно интегралу от dx умножить на там логарифм, неважно с какими пределами, от x квадрат плюс t. Вот, но это примерно такая же история, видите, только тут как бы вместо x, которое я тут вам обещал, у нас стоит логарифм x квадрат, но от того, что x… Да, а t у нас, соответственно, от нуля до единицы, то есть можно, когда единица это… Ну да, когда оно равно единице, то в окрестности нуля это никакой особенности не дает, поэтому можно просто считать, что t равно нулю, что у нас вот этот вот как бы… То есть это d логарифм, то есть это не интеграл, а просто логарифм от x квадрат плюс t, разница от нуля там до единицы, допустим, и можно сконцентрироваться просто на нуле, да? А, интеграл по x, да. То есть, ну да, правильно, да, извиняюсь. Вот, поэтому у нас получается на самом деле dx, ну получается dx от логарифма там x квадрат, вот, и нам нужно вот заняться таким вот интегралом. Ну это реально то же самое, что dx логарифм x, и он, ну, сходится действительно. Вот, и, ну вот это вот, да, вот таким вот образом, как говорят, интегрированием по частям, если я правильно понимаю. Вот, и удивительно, что на самом деле вот эта работа, что вот вот как бы получается такой трюк, что вот это в самом простейшем случае мы показали эту абсолютную сходимость, и, собственно, вот, в общем, из работы это не очень понятно на самом деле. Ну, то есть понятно, что вот вот все, что я до этого говорил, но на самом деле некая хитрость, вот, оказывается, что если мы вот заменим вот аргумент на абсолютное значение вот этих z, модуль этих zi, да, z alpha, то вот оказывается, что вот, значит, судя по всему, вот этот трюк, он, который в этом случае показан, он работает и в общем случае, и вот дает какие-то интегралы с особенностями, но тем не менее, ну, интегралы форм, которые с особенностями, но тем не менее абсолютно сходятся в окрестности этих особых дел, и таким образом, значит, вот можно применить вот эту формулу Stokes. Вот мне кажется, что самая нетривиальная вещь, это тут вот эта абсолютная сходимость. Ну, ну как нетривиальная, потому что не концептуально нетривиальная, все остальное, оно концептуально нетривиальное, но хочется просто понять, почему оно в нашем случае применимо. Еще раз сейчас. D-log, да. Значит, мы смотрим опять, почему мы можем откликнуть 0? Да, конечно. И вставляет работать в произведении, значит, 1, 2, 2. Нет, это же большие z, а наши координаты это маленькие z. Или w даже, я их специально назначил. Эти z большие, это не координаты комплексные, это некоторые рациональные функции на там пространстве u. Вы не можете, их 2n в конце. Нет, ну а что в нашем случае? Вот в нашем случае мы получаем конкретно такое. У нас каждая z альфа, да, это, соответственно, там какое-то zi-t минус zg-t или же zi-t минус 1. Вот, пожалуйста. Вот у нас случай, когда это z большое альфа. Оно равно вот чему-то такому. Ну, я не очень понимаю, как дальше, что, почему интеграл равен произведению, он не равен произведению, почему он... Честно говоря, я не очень понимаю, как можем перейти. Нет, дело в том, что у нас этих альф у нас 2n штук, а z у нас n. Да, поэтому я не очень понимаю, как мы можем вообще... Нет, не очень понимаю, что вы говорите, если честно. Вот. Нет, нет, это не тривиальная вещь. И действительно, вот она как-то вот... Вот это как бы... Она сводится к подобным такому вычислениям, то есть когда вы интегрируете формы с особенностями, но абсолютно сходящиеся и локально, и вот утверждается, что тогда можно, значит, апеллировать к формуле стокса с коэффициентами вообще на функциях. Ну вот это все, что я могу сегодня вам этого сказать. В общем, от меня требовались какие-то усилия, чтобы к этому делу подготовиться. Надо заметить. Потому что это вот... Тут как бы... Ну тут как бы вот это немножко скрыто. Тут написано, что... Вот то, что тут написано, вот про это вот мышление написано, this lemma is elementary exercise and generalized functions. А, это вот... Ну, то есть, да, то есть вот это вот lemma, это про то, что вот это все, значит, вот сходится, что есть формула стокса, это что... А, вот это вот lemma. Но это-то ладно, это допустим, ну, насколько я понимаю, как бы еще один exercise and generalized functions или там просто наш школьный анализ, это то, что мы попадаем в условия вот этой lemma, как бы, да, с абсолютной сходимостью. Ну ладно, в общем, как мог рассказал, что-то рассказал, и хотел еще я рассказать на тему, вот у меня был там один такой молодой человек в прошлый раз, которого нету в этот раз, забыл, как его зовут, то есть не знал, наверное, с такими вот высокими, с такими немножко длинными, длиннее, чем обычно волосами. А? Наверное, да. И он спрашивал, как это все связано с... Вот... Со светлыми довольно волосами, вот. Не, ну он несколько раз ходил, и в частности он был в прошлый и позапрошлый. Он был в прошлый и позапрошлый раз. Он на самом деле, он не с МК... А, он, по-моему, сейчас с МКН, а учился на матмехе, насколько я понимаю, он мне рассказывал. То есть он вот на мастеров... Да-да-да, ну понимаете, о ком идет речь. Вот он спрашивал, вот, и, ну, про то, как это все, вот это или бесконечный аморфизм связан с формулой для квантования пассоновой структуры. Ну, я об этом расскажу, значит, еще как минимум одна возможность, наверное, для меня... Ну, просто у нас три доклада, насколько я понимаю, да, и, как бы, вот вы хотите 20 мая, правильно я говорю, да, вот, вы... все равно. Ну, я предлагаю, что в следующий раз еще поговорю я, а через раз вы можете, например, сделать, или через два раза, как вам удобнее. Абсолютно на ваш выбор, только напишите мне, ладно? В следующий раз вы, а потом... Да, в следующий раз я бы хотел поговорить, чтобы еще вот как раз объяснить то, что вот этот молодой человек спрашивал, вот, как это все вообще связано с реальностью, то есть это была некая такая... Ну, много чего, в принципе, тут можно сказать. Тут еще есть очень много чего остается, что, ну, что, как бы, интересно, и, как бы, ну, все не расскажешь, ну, вот, по крайней мере, какой-то кусок на этом заканчивается, вот, знание. Ну, ладно, тогда спасибо, извините, что я задержал, в общем, на довольно многое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!